Друзья, как вы думаете, куда я собираюсь ехать буквально через мгновение на этом солидном автомобиле? Вариант номер один за батоном хлеба, вариант номер два на деловую встречу, вариант номер три на стрелку, или же вариант номер четыре покупать автобус? Ну да, очень сложно догадаться, учитывая, что я, как обычно, скорее всего, на 99,9% все просполерил название или же на превью. В общем, друзья, мы едем покупать автобус, но для начала... Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и добро пожаловать на новенькую серию по МТА. Играем, как всегда, на сиси, никпленд от серии номер два, и, собственно говоря, что же вообще происходит? У меня опять почему-то наушники слетают, я не понимаю, что у меня голова уменьшилась в размерах, почему я периодически, реально, такая херня происходит в последнее время? Они реально, у меня на голове наушники, ну все, пиздец, я ничего с ними не делал, то есть они, как бы, последнее время, у меня скукоживается, походу, голова-то, блядь. Ну, типа, я их не регулирую, а они спадать начали, хотя волос стало больше, магия какая-то. В общем, друзья, как вы знаете, вот сейчас моя фирменная пойдет, как вы знаете, недавно у меня появился автобус, блядь, это звучит, конечно, как пиздец. На самом деле, если так рассуждать, то я сейчас вспоминаю там серии по сам, по ПМТА, по другим играм каким-то, то есть когда вот там года два-три назад, и такое, типа, пацаны, а вдруг я когда-нибудь еванусь и куплю себе автобус? А вот прошло время, и, собственно, дрифт-маршрутка, конечно, пока еще так и не пришла, но уже есть прогресс. У меня теперь есть категория D, и у меня есть автобус, блядь, рейсовый, который, ну, если вы вдруг не знаете, то ссылочка на канал Bullken Drive, это автомобильный мой канал. В описании там видос вышел буквально пару дней назад о том, как я покупал автобус, о том, как я впервые ехал на таком огромном, на всякий случай, 50-местном автобусе, экскурсионном. Вот, ну, это так, если вдруг кто не знает. И я, собственно говоря, решил, а почему мне, собственно говоря, не приобрести автобус в МТА, потому что автопарк у меня здесь довольно-таки... Не, ну это не совсем то, что я хотел бы. Так, подожди, а у нас получается... Ааа, у нас только один вариант. А, нет, есть Volvo Electric, но это прям пиздец какой-то. У меня все-таки не электробус, у меня как бы настоящий автотобус, блядь, а автоамогус, блядь. Короче, у меня все по старинке, у меня настоящий дизелек под капотом, сзади, естественно, потому что двигатель находится сзади. Поэтому меня интересует единственный автобус, собственно, который здесь есть, хотя он чем-то похож, но только это маленький. Никогда не думал бы, что... Никогда не подумал бы, что скажу такое про автобус городской, обычный пассажирский, что он, блядь, маленький. Потому что он нихрена не маленький, но в моем случае это действительно маленький автобус на фоне моего автобуса. Ну, в общем, вариантов особо нет, единственное, что мы сразу сделаем, это, конечно же, серый цвет, потому что он именно такого, такого ярко-ярко-серого, вот примерно, наверное, вот где-то вот так вот. Номер, давайте попробуем, значит, у меня там 178-й регион. Ну, давайте, ладно, хорошо, я обычно номера как бы покупаю на 78-м, либо на 98-м, ну, я имею в виду в МТА, но для разнообразия. А вдруг сейчас фортанет? Так, подожди, адопт-цвет он ничего не делает. У меня как-то был этот Мерседес О345 здесь, но это было очень давно, и я его куда-то дел, продал, поэтому у меня его уже не осталось. Так, все, 178-й регион, соответственно, купить. Так, сейчас момент истины. Ну, такое, МКР 797. Так, подождите, это, наверное, единственный случай, когда я не помню, какой у меня номер. Обычно, ну, как бы, я как-то в памяти у меня откладывается, но я здесь реально не помню. Сейчас, подождите, какой у меня номер-то на автобусе, подожди. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Бля, кстати, а если мы сейчас поедем на ЭКХ Какова вероятность, что этот номер купили? Мне кажется, что вряд ли Ну, типа, зачем? Кому он нужен? Потому что, ну, типа, ну, не знаю Ну, как бы, бля, давайте доедем Прикиньте, ну, будет хорошо Если я смогу номер-то свой выкупить Просто уже прошло два дня На момент вот сейчас записи После того, как видео вышло Поэтому, в принципе, чисто в теории, кто-то мог Хотя я про это не говорил Ну, не заострял внимание Поэтому мне кажется, что он свободен, этот номер Должен, потому что, ну, как бы, просто зеркалка 171, а буквы рандомные Регион тоже не самый популярный Поэтому я думаю, что сейчас я приобрету Номерочек, бля, я, честно, настолько Не шарю в моделях автобуса Вообще никогда не шарил Я даже не знаю, вот, подожди, стоп Вот это Мерседес О345 Вот, честно, вот, если так смотреть на него Ну, как по мне, ну, какого он года может быть? Наверное, уже нулевых? Или нет? Или он 90-х годов? Подожди, ну-ка, внутри как там? Блядь, не та клавиша А, ну, слушайте, мне кажется, что это Двухтысячный, ну, вот Ну, 90, ставлю на то, что 98-2002, вот в этом диапазоне Ну-ка, я ввожу в гугле Мерседес Мерседес О345 Ну, их по-любому Несколько поколений Так, вот он А, нет, кстати, не несколько поколений Он был выпущ А, да? Серьезно? Ну, типа, тут вот по кра... Подожди, нет, стоп Тут, во-первых... Подожди, а как мне найти год выпуска-то, блядь? Тут просто... Мне кажется, это настолько неинтересная информация, что даже, в принципе, если захочешь, не найдёшь Так, подожди Год вып... А как я найду год выпуска? Год? Тут нет, даже в Википедии статьи нет, когда он начал производиться, прикиньте Ну, типа, вот Ну, тут описание Как бы, вот тут фотографии Как бы, мощность Все параметры, кроме того, когда он вообще был произведён То есть, типа, такой информации Блядь, всё серьёзно? Как такое может быть? Особенности? Ну-ка, по данным исследования качества российских автобусов и требования российского рынка городских пассажирских перевозок Коэффициент потребительской привлекательности данной модели находится на среднем уровне 1.0 Турецкие Мерседесы поставки... Так, 96-90... Подожди, чё-то уже... Где, блядь, года выпуска? По крайней мере... Подожди, блядь 90... Про 90-е, про 10-е годы... Так, когда он... Год выпуска? Я не понимаю, что... Это какая-то секретная информация, что ли? Ну, просто реально, это... На автобус смотришь, ты не понимаешь... А, о! В середине... Пока-нибудь... Так, подожди, весной... Весной 97-го... Блядь, мне выдало информацию, что Омский, типа, парк... Ну, это... Транспортный парк получил... Весной 97-го года... Партию автобусов Мерседес-Бенц О345... Охуенно! А когда они начали производиться? То есть... В 97-м уже были! В 97-м уже были! То есть, как бы, ну, значит... Значит, наверное... Блядь, ну, короче... Плюс-минус я угадал! То есть, это тоже середина 90-х... Конца 90-х годов автобус... Просто хер знает, почему такой информации нет... Потому что до сих пор производится и выпускается... Вполне возможно, потому что... У Мерседеса, типа, коммерческий транспорт... Грузовой, например... А, этот... Даже если взять Sprinter... А, Sprinter Classic есть, который вот этот... Ну, старый, добрый, узнаваемый Sprinter... Он до сих пор производится... С 95-го года его новые выпускают... Потому что машина, как бы, неубиваемая... И то, что нужно, как бы... Есть новый Sprinter в новом кузове... Есть старый... Поэтому, как бы, вполне возможно, что вот точно такой же бусик... Можно приобрести даже сейчас... А, новым... Бля, он реально маленький! Он реально маленький! Просто подумаешь, там несколько посадочных мест... Ну, штук 20 даже есть... Ну, что это такое? На фоне того, что в моем... Ммм... Бе... Как он называется-то, блядь? Я не могу выучить название своего автобуса, блядь... Это пиздец... Тодоба, конечно... Бе... Беалу Стерга... Беалу Стерга... Да, по-моему... Ну, короче, этот... Скания... Просто Скания будем его назвать... Потому что по документам он Скания... Ну, там приколюха есть... Опять же, кто смотрел видос, тут понимает, о чем речь... Ладно... Хорошо, допустим... Что я могу сделать? Я могу заехать сюда... Да, в реальной жизни я пока не так бодренько паркуюсь, конечно... Так... Соответственно, я уже забыл... РКН, да, 171... Хорошо... Попробуем... Мне кажется, что он свободен... Я прям уверен, что-то... Что-что-что сейчас... Должно все пойти по плану... РКН, 171... Так... Перейти к покупке... Да... Действительно... Ну, потому что, блин... Ну, зачем... Зачем он нужен? Так... Наверное, проще за донат валюту его купить... Ну что... Практический косплей... Практически реплика... Практически идентичный экземпляр... Только... За исключением одного но, что... Маленький... Причем Мерседес... А не Беалу Стерга, блядь... Как он там называется... Чуть поновее... В отличие от моего... Хотя, как выяснилось, что... Нет... Ну, типа, мой там... Все-таки 80-е и 90-е годы... Вот реально... Ну, их не отличишь... Мне кажется... Ладно, хорошо, самые современные... Да, бусики... Там, какие-нибудь со светодиодными уже... Там, огоньками... Еще что-то... Которое там... Видно, как минимум, там... Им там, 5 лет, 7... Там, не знаю... Или вообще свежак какой-то... Его можно определить... А вот... Такое... Оно все одинаковое было... Ну, я понимаю, что есть те, кто... Там, разбирается в автобусах... Просто я говорю, я-то не шарю... Ну, понятно, что те, кто шарят, они разберутся... Мне кажется, просто средне... Статистически обычный человек... Который даже разбирается в машинах... Он плюс-минус, как бы, ну... Вот, ну, они реально все похожи, блядь... Они реально все похожи... Поэтому, в принципе, даже вот так вот, глядя издалека... Да не, он другой, конечно, у меня... Другой... Все равно... Все равно различия есть... Различия есть, но... Вариантов немного... Вообще, мне интересно, для чего... Есть... Я что, обсох, что ли? Блядь... Там же было недавно только... Я же только что ехал, там было 20 литров... Или что-то типа того... Почему так быстро-то, я не понял... А, вы же еще не знаете, что произошло... Еще это видео не вышло... Просто еще одну серию с автобусом... Мы уже отсняли... Ладно... Ну, так... Не-не-не, ничего, нормально все... Все хорошо... Тихо-тихо... Сейчас... Тихо-тихо... Проблема... 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 Блин, там... Ладно... Я не буду спалерить, потому что это довольно забавно было... Так, все, надо залить дизелька, я правильно понимаю? Я, по-моему, не смогу этого сделать, потому что... А как мне заспаунить автобус, чтобы он как бы появился... И я при этом мог его заправить... Потому что проблема в том, что я не могу на нем никакое движение даже... Чуть-чуть назад сделать... И, типа, мне нужно попасть ровно на... О, попал... Так, дизель плюс тогда, или что? Я думаю, пойдет... Бля, 450 литров... Охуеть... Вот это... Вот это бак, я понимаю... Вот это... Вот это... Вот это на дальняк можно уже прокатиться... Так... Что можно с ним сделать? Ну, тогда я помню, когда покупал его здесь... Бля, мне реально полный бак заливать? Или... Ну, типа... Нет? Наверное... Я думаю... Хотя он жрет достаточно много... Ну, сейчас... Давайте половину бака примерно где-то вот-вот... Ну, достаточно... А, все похоже... А, я понял... Там... А, нет, не все... Не-не, он подвисло просто... Я думал, что это... Закончилось топливо просто... Я помню, когда я тогда покупал... Ну, типа на... Ну, вам-то... Автобус такой... Я его, по-моему, делал что-то катаный... Черный мат... Что-то какую-то такую фигню... И делал его под дрифт... А, давайте немножко поговорим... Как раз-таки обсудим... Есть повод насчет того, что будет с моим... Если честно... Опять же, я этого нигде не говорил... Но... Кто смотрит эту серию, тот будет в курсе... Изначально... Я думал, что... Я вообще минимум, типа, куплю... Какую-нибудь там, что-нибудь... Как-то вот, ну, то, что... Прямо вот... Вот прям что-то вот, ну, там, минимальное даже отсниму... И потом... Как-то его уничтожить... Я, конечно, думаю, что в итоге так все и закончится в какой-то момент... Наверное... Ну, потому что, опять же, его продавать смысла нет... Его там не переоформить... И как бы, ну, его, не знаю... На металл проще сдать... Кстати, интересно было бы видео... Сколько можно получить денег, если сдать на металл автобус? Типа, блядь, у меня, как обычно, ебанутые какие-то мысли... Но перед этим можно что-то поэкспериментировать... То есть, есть какие-то такие планы... А вот, чё, как бы, промежуточное... Просто многим реально понравилось... Многим понравилось... Блядь, если я... Подожди, поставлю... Подожди, стоп, я такая... Блядь, тихо, тихо... Тихо, блядь, куда ты нахуй? Э! Блядь! Ёбаный в рот! Прочиповал автобус! Чё за арабский чип? Алё, где... Не понял нахуй... Так, а что мне теперь сделать? Мне теперь нужно, получается... Эээ... Блядь, а чё я могу теперь сделать? Мне типа... Я даже... Подожди, блядь, я не... Я просто не думал, что это сработает именно... Блядь... Только надо говорить, что я сейчас появлюсь хуй помигде или погибну. Отлично. Блядь! Опять сложило! Меня опять сложило! Чё за херня-то? Почему только со мной такая хуя происходит? Чё не так-то, блядь? Я не понимаю. Так, подожди, а я могу как-то... Блядь, всё, пизда, я испортил автобус. Блядь, ёбан... Блядь... Я так и знал, что не надо было арабские настроечки, арабский чип ставить на... Так, подожди, я реально не смогу жить. Раньше же была кнопка, можно было это... Сбросить так, а теперь... Прикиньте просто в реальной жизни. Ну, тебе понятно, что это физически невозможно, но... Просто такая херня, блядь. Автобус, который... Блядь, мал тоже застрял... Блядь, а чё теперь я не могу сбросить настройку? Мне надо же в СТО находиться в этот момент. Правильно? Раньше была кнопка, а сейчас её нет. Да пиздец. Чё делать-то? Блядь, я всё испортил, пацаны. Блядь, ему пиздец... Блядь... Ну всё. Я не знаю, у меня нет никаких вариантов. Я не могу ничего починить, пацаны. Я не могу у него сесть. Типа, мне даже какой-то... Какой смысл? Разница даже никакой нет. То есть, я ему не могу... Блядь, а подожди, а чё в такой ситуации сделать? В каком-то помещении? Бесполезно, потому что он проваливается под... Блядь, я пытаюсь успеть в него сесть. Давай! Пожалуйста! Нахуй я поставил... О! Так! Таак! И чё? Всё равно я не могу сбросить, блядь, этот настрой... Подожди, может, её перенесли куда-то? Бляааа, пизда. Ай, блядь, я... Я запорол сейчас всё. Ну, типа, я не могу сделать вообще нихера с ним. Я не могу сбросить настройку, я не могу вообще ничего... Ну, вообще ничего, блядь, не могу сделать. У меня теперь нет автобуса, блядь, грубо говоря. Подожди, а чё в такой ситуации сделать-то можно? Ну, без шуток. Чтобы сбросить, надо находиться на СТО... И пред... Блядь, пиздец. Если что, я поставил просто... Блядь, ещё этого складывает, сука, как и не пойми кого почему-то. Так, спокойно, Саня, спокойно. Так, нам нужна машина? Почему я взял RX-8, не знаю. Не спрашивайте, я сам не знаю. Всё, пиздец, я завис. Я не могу двигать... Нет, могу. Нет, не могу. Тяжело, блядь, тяжело, нахуй, блядь, с такой хуёй-то, нахуй. Где там, блядь, действие? Так, подожди, это помогло или не помогло? Помогло уже, получается, то, что я так же забагался и здесь появился уже нормально, да? Ага. Ладно, хотя бы так. Сейчас попробуем, друзья, как-то восстановить эту херню. Короче, ладно. Сейчас будем разбираться с этой проблемой. Блядь, что-то я живот закрутил, когда я сейчас эту Мазду увидел. Так вот, о чём речь-то? Чё делать? Значит, многим действительно понравился автобус. И, знаете ли, мне тоже, когда он стал моим, как бы, когда я на нём поехал, и понял, блядь, ну такого-то реально у меня ещё не было. Да и в целом, там, те же замеры, само собой, там, ещё что-то. То есть, понятно, что технического тюнинга там не будет, потому что наверняка решений особо нет. Во-вторых, как бы, он в таком состоянии, ну, как бы, вы понимаете, что там автобус, мягко говоря, повидавший. Повидавший автобус, он хорошо, что вообще, блядь, ездит. Уже, уже плюс. То есть, уже, вот плюс один балл единственный, который ему можно засчитать. Но, можно поколдовать с внешкой. Есть у меня сейчас несколько, как бы, идей. И есть даже идея, во что это потом может перерасти. Кто-то предложил дом на колёсах сделать, но мне кажется, что идея так себе, потому что, ну, типа, она, она, ну, как бы, она как, ну, как, слово, даже, ну, можно слово банальное использовать. Ну, типа, потому что, ну, как бы, это первое, наверное, что приходит в голову, и смысл, да, то есть, он старый, дом на колёсах, я не путешествую, чтобы его прям реально использовать. Чисто, как бы, вообще посмотреть, что из этого может получиться, ну, может быть. Но, опять же, это, это, получается, что потом я с этим сделаю? Окей, я обустрою дом на колёсах, как бы, продать его, не продать, потому что с доками херня, а, как бы, ну, нет, можно его продать, но, как бы, это минус сразу к цене, и он за копейки уйдёт. Кому нужен обустроенный дом на колёсах в виде автобуса, у которого, как бы, проблемы с доками, условно так, то есть, его, там, не переоформить, например. Поэтому идея тоже, да, как бы, делать так, чтобы потом, как бы, в итоге это всё куда-куда, это пойдёт непонятно. То есть, во-первых, много всяких нюансов, которые я хотел бы сейчас в своей голове решить по поводу автобуса. Так, тем временем я пытаюсь усесться в автобус, он замер. Так, он замер, я могу в него сесть? Пожалуйста. Блядь, нет. Пожалуйста. Он не сядет. Блядь. Он не может просто к двери подъезжать, если с этой стороны. Пожалуй. Хорош. Хорош, подожди. Так. Так, это нормально работает? Ага. Пожалуй, экспериментов достаточно, потому что, как бы, судя по всему, дыбы и прочее на автобусе, ну, так себе. Подожди, стоп, это дрифт, точно? А, ну, 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 в принципе, подожди, нет, по-моему, на, ну, ну, чё-то типа, чё-то типа дрифта получается, но выглядит так себе. Ну, тогда настройка у меня была поинтереснее на автобус, ну, на дрифт автобус, когда у меня был этот автобус. Ну, в смысле, до этого я покупал, когда его. Так вот. В принципе, идея есть. И, опять же, друзья, спасибо, что, там, многие уже подсказали. Я так на заметочку взял. Поэтому что-то будет. Значит, насчёт дрифта. То есть, как бы, естественно, в том состоянии... Ну, даже не в том, что, в том, что, в том, что, блядь, не в том, в плане, что состояние, там, совсем критическое у автобуса. А, ну, как бы, сам по себе, он по сухому, естественно, блоком не поедет. Но! Но! Я сам не знаю, что будет зимой. То есть, как бы, попробовать я не против. Если, блядь, он реально поедет боком, вы прикиньте. То есть, нахуй нужна дрифт маршрутка, если есть дрифт автобус. Я это обязан проверить в любом случае. То есть, ждём снег, лёд, только где, как, вообще, что потом, блядь. Это нужна огромная свободная площадка, потому что, ну, блядь, это огромная херня, которая, ну... Может быть, на видео просто передаёт, но это, блядь, рейсовый автобус. Огромный. Огромный рейсовый автобус. Просто, как бы, чтобы его боком пустить, но если он пойдёт боком, я охуею просто, реально. В общем, друзья, идей много достаточно. Я понял, что это действительно интересно и мне, и вам, поэтому будем пробовать. И, как бы, теперь у меня есть автобус, и я решил его прикупить здесь. Хоть и не такой же, но я очень рад, что номера, как бы, за мной остались. Потому что номера-то останутся. Ну, я же говорю, там, никакого переоформления автобуса этого не будет происходить. Поэтому номера эти навеки не со мной, а с ним, скорее, с автобусом, с этим. Поэтому как-то так. Блядь. Видите, сколько... Вот, у скольких игроков вообще куплен этот автобус? Он, мне кажется, в какой-то момент его должны убрать. Ну, потому что он, ну, как бы, вы видели просто игрока, который просто так катается на автобусе? Я нет. Кроме самого себя. Просто, как бы, настолько ненужный автомобиль здесь, мне кажется. Но, тем не менее, он присутствует. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, чтобы впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.